На ковре спортивной базы Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области участники турнира по греко-римской борьбе в памяти мастера спорта международного класса Сергея Игнатенко. В этом году состязание отмечают 20-летний юбилей. Много преуспевающих сегодня борцов прошли через этот турнир, делая первые шаги в большом мире классической борьбы. Около ста спортсменов из районов Омской области, спортивных школ города Омска и Республики Казахстан борются за медали. Юношеский турнир для спортсменов 16-17 лет проводится в нашем регионе с 1971 года. В 1994 году турнир был переименован и получил имя известного омского борца, трагически погибшего годом ранее мастера спорта международного класса многократного чемпиона России Сергея Игнатенко. Я чувствую, наверное, в первую очередь, каким на самом деле был мой человек. Дело в том, что он ушел из жизни, когда мне было три года. То есть детских воспоминаний никаких нет. Но каждый раз, когда я прихожу на этот турнир, я вижу, какие люди его окружали. То, что на протяжении 20 лет люди его помнят, люди все сердце, всю душу на этот турнир отдают. Ну и остается он для меня, как сказать, авторитетом таким, что ли, что если даже при смерти его так и чтят, то при жизни, я думаю, это было намного лучше. Очень приятно, что выступает порядка 16 наших областных команд в Солмской области, где культивируется греко-римская борьба. Ну и приехали ребята из Казахстана. Надеюсь, что и Министерство по делам молодежи, сельской культуры, спорта и правительство в Солмской области делают все, чтобы такие виды развивались и ребята достойно участвовали в этих турнирах. Соревнования проходят в 11 весовых категориях. На двух коврах классики от 42 до 120 килограммов. Турнир проводится по правилам, утвержденным Международной Федерацией спортивной борьбы. Школа у нас как бы не потеряла своих традиций. Поэтому также готовим традиционно юношей. Но вот, к сожалению, не можем похвастаться за последнее время такими результатами, как победители чемпионатов России или первенств Европы. Но стремимся к этому. Все равно вот та смена поколений, которая у нас произошла, она уже, наверное, произошла. И сейчас ждем от ребят. Уже начинают какие-то звездочки появляться у нас. У нас вот за выход в финал на России боролся Никита Кожевников. Сейчас вот ждем, что отборется в Челябинске. Я думаю, потихоньку мы свои позиции все-таки начинаем отвоевывать. Конкурируют с перспективными омскими атлетами гости из Казахстана. Для нас честь примерно принять в этом турнире. Мы привели лучших ребят своих с нашей школы. Мы уже неоднократно здесь были. Нам очень нравится. Организация очень хорошая. Тренера хорошие. Все очень такие дружелюбные. Поэтому мы всегда с большим удовольствием едем к вам в гости. А в плане конкуренции насколько интересно здесь в Омске для вас? Конкуренцию очень такая сильная, скажу. Ребята здесь всякие, разные. И чемпионы России, и за рубежом уже некоторые ребята были, я вижу. Поэтому бороться есть с кем. 11 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых медалей разыграли борцы Горико-римского стиля. Чемпионам предстоит представлять наш регион на зональном этапе шестой летней спартакиады учащихся России 2013 года. Он пройдет с 26 по 29 апреля в Красноярске. Игорь Негода. Игорь Негода.